друзья всем привет меня зовут кирилл эта компания ассоциация застройщиков город новороссийск и сегодня мы с вами приехали в очень интересное место это коттеджный поселок с озвученным названием триумф и в этом выпуске мы бы хотели вам более подробно рассказать об этом замечательном месте а Сам поселок находится в пригороде Новороссийска, не доезжая поселка Васильевка. Это дорога на Абрау-Дюрсо и пляж Южная Зиреевка. Здесь, как мы видим, достаточно красиво открываются такие ландшафты, гор, природы, леса. Планируется к концу строительства где-то 100 домов, разные планировочные решения. В принципе, архитектура у всех домов очень похожа, но за счет того, что фасады выполнены декоративной штукатуркой, каждая в своем дизайне, создается такой эффект какой-то персонализации для каждого покупающего этот дом. Площадь участка под каждым домом составляет 3,6 сотки. Категория земель и ЖС, что немаловажно. Уже сюда подведены коммуникации, это свет. У вас будет выполнен септик на 12 кубов и также сделана скважина. На примере строящихся домов мы с вами можем видеть то, что скрыто под финишным слоем штукатурки. Здесь выполнен железобетонный фундамент, монолитно-каркасная технология строительства, заполнение проемов керамзитобетонным блоком. На примере этого дома мы уже видим утепление пенополистиролом, где будет впоследствии нанесена уже финишная декоративная штукатурка. Сегодня мы вам расскажем о нескольких домах, которые представлены в этом поселке. Давайте зайдем в первый дом площадью 110 квадратных метров. Дом двухэтажный, очень удобная планировка, он светлый. Сразу при входе мы видим просторный коридор, висит электрощиток, потому что дом будет в предчистовой отделке и вся электрика полностью разведена. Здесь находится комната, которую вы можете использовать по своему усмотрению. Как вариант здесь можно сделать спальню для гостей. Далее идет просторный общий санузел, в котором уже есть выходы под воду и канализацию. Планировочным решением на первом этаже предусмотрена вот такая большая, просторная, светлая комната площадью 21 квадратный метр. Это кухня-гостиная, то есть где располагается кухонный гарнитур, зона приема пищи и зона приема гостей. Как я уже говорил, вы получите дом в предчистовой отделке, полностью выполнена разводка электрики, стяжка пола на первом и втором этаже. По поводу отопления. На первом этаже уже раскинуты контуры теплых полов, а на втором этаже у вас будут радиаторы отопления. Во всем доме установлены качественные металлопластиковые окна, стеклопакеты фирмы Маска Глаз. Об их положительных характеристиках мы не раз говорили в наших предыдущих роликах. Это хорошая годами зарекомендовавшая себя вещь. Также есть один интересный момент. Предусмотрена дополнительная функция микропроветривания. То есть, если на улице достаточно прохладно, но вы хотите, чтобы у вас было постоянное проветривание помещения, можно установить этот режим, и свежий воздух в небольших количествах будет попадать к вам внутрь. Отопительное оборудование и система подачи воды расположены прямо под лестницей, что очень удобно, экономит ваше пространство. Здесь присутствует накопительный бак на 300 литров, гидрофор, группа безопасности, система фильтрации воды. Также установлен дизельный котел фирмы «Китурами». Отопление в доме будет дизельное. На второй этаж мы поднимаемся по прочной бетонной лестнице. Здесь, как мы видим, сделано дополнительное окно для освещения. По правой стороне от меня располагаются две спальни зеркальной планировки, каждая по 10 квадратных метров. Также на втором этаже есть дополнительный санузел, что, согласитесь, очень удобно, в котором уже установлен радиатор отопления, вентиляционная окошка, выводы под воду и канализацию. Далее мы проходим в просторную хозяйскую спальню площадью 23 квадратных метра, в которой уже также установлены радиаторы отопления, выполнена разводка электрики. Из нее у нас есть возможность попасть на балкон, а также предусмотрено помещение под гардеробную. Это дом общей площадью 95 квадратных метров. Он также двухэтажный. Здесь мы видим систему подачи воды и отопительное оборудование. Также установлен дизельный котел, расположенный прямо под лестницей. Здесь вы можете организовать для себя небольшую кладовую. На первом этаже у нас присутствует дополнительная комната, которую вы можете использовать как спальню или какое-то помещение для собственных нужд. Также представлен общий санузел, где уже есть выходы под воду и канализацию. Хотелось бы еще заострить ваше внимание на том, что в доме помимо предчастовой отделки уже частично выполнен ремонт, а именно штукатурены стены в декоративной штукатурке. Это очень удобно, практично. Вы можете покрасить ее в тот цвет, который будет вас устраивать. Также на первом этаже у нас размещена большая комната. Это кухня-гостиная. У нее уже выполнено витражное остекление, что дает дополнительное освещение этой комнате. На площадке между первым и вторым этажом предусмотрено дополнительное окно, которое дает освещение и придает некий уют вашему дому. Планировкой предусмотрено на втором этаже наличие двух спальных комнат, дополнительного санузла и вот такого пространства, где можно организовать библиотеку или какую-то рабочую зону. Мы с вами находимся на втором этаже в хозяйской спальне. И хотелось бы обратить ваше внимание на то, какими потрясающими видовыми характеристиками обладает данная комната. Это настоящее сокровище нашей Франции. Флоры – это можжевеловое дерево, которое будет расти у вас на участке и которое застройщик, конечно же, не стал вырубать. Дома в данном коттеджном поселке вы можете приобрести как за наличный расчет, так и в ипотеку. Вы можете зайти на наш сайт Ассоциации застройщиков, ссылка будет здесь, и ознакомиться с планировочными решениями и ценами, которые здесь присутствуют. А также позвонить по указанному номеру телефона, и наш менеджер ответит на все ваши вопросы. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Для того, чтобы не пропустить следующий видеообзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Это была Ассоциация застройщиков. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok